всем привет меня зовут андрей а вы смотрите канал радио news в этом ролике я хотел бы продолжить разбираться с коллектор скитом от компании onion и на этот раз разобрать модули расширения они у нас к экосистемы стоит ли их вообще покупать и чем они могут быть полезны сейчас узнаем начнем с proto expansion это не что иное как макетка два ближних ряда контактов это контакты 30 пинового разъема чтобы можно было аккуратно подключиться к нему а в остальном полный полет фантазии хотя по правде говоря мне кажется проще использовать обычную макетку и проводки для подключения серво expansion или pvm это платка построены на микросхеме pca 96 85 которая подключается по айту си интерфейсу и вы получаете 16 независимых каналов шим для управления как серво моторами так и например подсветкой светодиодных лент частота шим варьируется от 24 до 1526 герц разрядной скважности 12 бит имеется разъем для подключения внешнего питания в 5 вольт платка может быть полезна если вы собираетесь экспериментировать с большим количеством сервомоторов в конечном счете можно соединить четыре таких платы и получить 64 решим вывода но для начала смысла брать нет у самой омеги есть шим выводы которых вполне хватит реле expansion эта платка с двумя реле управляются они микросхемой mcp 23 008 которая является айту си расширителем портов то есть у нее на входе интерфейс айту си а на выходе 8 gpu контактов в качестве реле используется реле оксиком ай м03 максимальная мощность 60 ватт хотя они могут работать до 250 вольт но для коммутации серьезных нагрузок не подойдут опять же непонятно почему бы не вывести остальные gpu выводы хотя бы на контакты для пайки считаю что для своего умного дома лучше собрать собственную схему с нормальными реле а эта платка может помочь только для экспериментов модуль gps expansion это немного другого поля ягода это gps приемник с usb интерфейсом который построен на базе neo 6 м 3 0 1 помимо юсби есть еще из 5 и uart выход формат данных нм и эй на самом деле этот модуль в любой операционной системе устанавливается по юсби как ком порт и шлет туда данные так что могу его посоветовать всем кто хочет обзавестись простым gps приемником и dc expansion это модуль а туси acp на микросхеме и ds 1115 получаем 4 входа по 16 бит разрешения эта платка может быть полезна так как у омега 2 нет а цп из коробки и если вам надо считывать данные с аналоговых датчиков это отличный вариант имеется переключатель адресов а значит можно поставить параллельно два таких модуля и получить 8 аналоговых входов ethernet expansion это выведенный из ножек омеги интерфейс ethernet через трансформатор на стандартный разъем этот модуль можно заменить разъемом выпаянным из материнки в котором уже будет трансформатор в общем если лень паять то советую взять этот модуль RFID NFC expansion это модуль беспроводных меток построенный на микросхеме PN532 и поддерживает следующие форматы модуль подключается по UART и в комплекте идет парочка липучих меток которые можно запрограммировать вроде интересная тема но я так и не смог придумать практического полезного применения пока лежит до лучших времен пишите в комментарии если у вас есть идеи как этот модуль можно использовать OLED expansion это модуль дисплея разрешением 128 на 64 пикселя который подключен по i2c под него есть разработанное программное обеспечение для удобного вывода текста и картинок удобная вещь также советую к покупке что же в итоге я бы посоветовал взять экранчик gps acp и ethernet все остальные модули кажутся мне спорными и покупать и для изучения сомнительно а как вы считаете пишите в комментарии надеюсь эта информация была вам полезна если вы хотите видеть больше видео по омега-2 то ставьте лайк и делитесь этим видео в своих социальных сетях на этом все пока видео Продолжение следует...